Ребят, тут есть девочка, которая пишет, продаю фрост, а потом бы просто уже смылась. Она куда-то улетает, ну-ка подождите-ка. Ребята, всем привет! И сегодня мы будем помогать ребятам, которых взломали в Adobe.me или же обманули в каких-то трасс-трейдах, или просто вот каким-то образом какой-то обман был произведен. И ребят в итоге обманули, они потеряли каких-то пэтов, поэтому сейчас я буду ходить по разным серверам. Если будут какие-то ребята, которые там будут писать то, что меня обманули, ну что-то вроде этого, я буду спрашивать, на что их обманули, и если я смогу подарить такого пэта, то я обязательно ребятам подарю этих пэтиков. Вот, я уже зашла на какой-то сервер, и в ожидании кого-то, кто напишет, что их обманули. Хотя, конечно, будет лучше, если никого не обманывали, потому что реально, когда ребята обманывают, это очень жестко. Я и сама через это, через все прошла. Меня саму вообще взламывали в Роблоксе. Ребята, ну а перед началом этого видео не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Пожалуйста, спуститесь прямо сейчас вниз. Обезьяна упала. Нажмите на яркую красную кнопочку внизу, и тогда будет все очень классно. А еще оцени это видео лайком, если тебе не сложно. Для вас займется всего лишь две секундочки, а мне будет очень приятно. Ну что же, на этом сервере почему-то нет никого, кого обманули. Я вижу в чате, что пишут то, что кто-то из ребят нуб, поэтому, пожалуйста, подойдите ко мне. Но это на английском написано, но это не обман. Поэтому сейчас я перехожу на другой сервер. Ребята, я уже пришла на другой сервер и подготовила сообщение. Ребята, кого-то из вас когда-нибудь обманывали на пэтов? Если да, то на каких? Я напишу такое сообщение, чтобы хоть кто-то там откликнулся. Я сомневаюсь, что ребята будут врать. Потому что те ребят, которых реально обманывали, для них это такая прям больная тема, да и для меня тоже. Так, ждем, когда хоть кто-нибудь хоть что-то напишет. Там какие-то арабы у нас или кто это. Меня обманывали на черепаху, пишет девочка. А, прям вот сейчас девочку обманули на черепашку. Ребята, давайте ей сейчас подарим тогда черепашку. Блин, черепашка это реально жесть. Меня тоже, кстати, обманывали на черепаху. Я кинула ей трейд, ребята. Ждем, когда она на него ответит. Вот, все. Ребят, хочу подарить этой девочке черепаху. Кстати, я с ней сегодня затрейдилась на Эву изнарога. Это было очень круто, прям с утра. Сейчас я ей... Ой, черепашку надо. Так, у меня есть только три черепашки. Отдадим ей одну из них. Ребята, кстати, сегодня я ей отдала черепашку. Поменяла один из пэтов, которых я променяла за Эву изнарога. Сейчас как раз таки подарим ей черепашку, ребят, раз ее обманули. Надеюсь, она не соврала. Она что-то не соглашается. Не знаю почему. Все, она согласилась, ребята. Мы дали ей черепашку. Давайте посмотрим сейчас на ее реакцию. Так, а где она? Она пишет... Ребят, она явно очень-очень рада. Давайте вот сядем рядом с ней на скамеечку. Мне кажется, она очень рада. Спасибо, она пишет. Да всегда, пожалуйста. Я просто терпеть не могу обманщиков. Это такой кошмар. Еще, знаете, многие есть виды обманов. Создавать фейков. У меня очень много фейков, реально. Дайте кого-нибудь. Неоновую флора черепаху меня обманули. Пишет девочка. Блин, неоновую черепашку, к сожалению, не смогу подарить. Она у меня одна чисто для коллекции. Вот, кстати, есть девочка на джинджер-котике. Он такой милашка у нее. Так, я написала еще раз. О, девочка пишет, что ее обманывали на флай-волка. Ребята, я сейчас ей кину трейд, и мы вернем ей волка. Так, надеюсь, у меня есть флай. Вообще должен быть. Да, у меня куча таких волков. Сейчас, ребята, мы ей подарим назад. Потому что это не дело. Она мне дает в ответ еще двух пэтов и кеды мои любимые. Вот эти вот розовые. Я обожаю просто эти вот кеды. Они очень красиво выглядят на разных пэтов. Особенно вот розовенькие очень люблю. Она пишет, что? Мне кажется, она в шоке. Все, ребят, я соглашаюсь. Даем ей флай-волка. Ура, ура, ура. Девочка реально в шоке. Тут кого-то обманывали на райд пчелку, ребят. Сейчас закину этому человеку трейд. Девочка пишет, ты крэйзи красотка. Да, шо, господи. Ты же моя зайка. Так, у меня украли пэта. Помоги, подари паже. Каких пэтов у тебя украли, зайка? Ой-ой, тут такая толпа. Тут очень много моих подписчиков. Списчиков реально. Так, нам нужна вот эта вот сидящая девочка. У нее, кстати, есть неоновый зайчик. Она пишет, подари пэта. Ладно, она попросила просто пэта любого, я так понимаю. Ну, хорошо. Сейчас. Только у нее почему-то стоит отклонялка. Я не знаю почему, но у этой девочки стоит отклонялка на трейды, поэтому не смогу ее, к сожалению, подарить. Ребят, я решила сейчас перезайти на другой сервер, потому что на том уже образовалась просто толпа народу, и вообще ничего не понятно, кто что пишет. Вот. Ну и плюс, конечно, надо походить по разным серверам, потому что не все ребята могут сразу ко мне подключиться. На том сервере я, получается, двум ребятам отдала пэтов назад, которых у них украли. Это одной девочке Райт-Черепашку, а другой девочке Флай-Волка. Так, вот я уже нахожусь на другом сервере и пишу то же самое сообщение. Ребят, кто-то из вас когда-нибудь обманывали на пэтов? Если да, то на каких? Так, сейчас ждем, когда к нам кто-нибудь подбежит. Девочка пишет, да, вот эту девочку обманывали. Интересно, на какого поэта ее обманывали? Девочка, которой мы подарили черепашку, пишет Кристи, примь, пожалуйста, Райт, я хочу отблагодарить тебя. Ребят, она дает мне Флай-Лягушечку, блин, это так мило. Кстати, у меня, когда мне взломали, у меня украли как минимум две или три неоновых лягушки, ребят. Она пишет, это за то, что ты дала мне черепаху, спасибо большое. Какая милашка. Ребят, тут есть девочка, которая пишет, продаю Фрост за тысячу баксов, пиши я. Давайте напишем ей сейчас я. Проверим на обман эту девочку, ребят, давайте запомним сейчас ее имя. Ага, она моя под... она у меня в друзьях есть. Она куда-то улетает, ну-ка подождите-ка. Я эту девочку знаю, она, по-моему, не кидала на добавление в друзья. Я хочу купить Фроста. Покупай. Она пишет, покупай. Так, ребят, если она меня обманет, то я ее уберу из друзей. Вообще, это как-то... Будет странно, если она меня обманет. Так, на тысячу, получается, у меня останется две тысячи. Так, я все записываю. Пишу ей, смотри. Сейчас будем покупать. На тысячу баксов она должна мне дать Фрост, ребят. Так, проверим, мы подпишется на обман. Начинаем покупать хот-доги. Так, на сто я уже купила. Она сразу же свалила, ребята! Я еще даже тысячу не успела заплатить. Я только сто пятьдесят, получается, монет потратила на эту девочку. И она сразу же смылась. Это так некрасиво, ребят. Ужас какой. Я не думала, что кто-то из моих подписчиков может так обманывать. Это такой кошмар, знаете, мне кажется, так странно. Она сразу ушла на другой сервер. Я эту девочку потом уберу из друзей, потому что... Мне кажется, что если бы хот-доги покупала бы не я, она бы дождалась, когда человек купит до тысячи монет, а потом бы просто уже смылась. Хорошо, что я не успела заплатить все тысячи монет. Заплатила только сто пятьдесят, и то мне обидно. Так, вот мальчик, пишите, меня обманули. На что? Напишем ему. Этот мальчик какой-то странный. Он к нам подходил до этого и говорил то, что его обманули на Райтпэта, а сейчас напишут, что его обманули на Флайд-Черепаху. Ой, мне девочка подарила Флайд-Пчелку, ребята. Спасибо большое, что это девочки за Флайд-Пчелочку. Давайте-ка мы сейчас телепортимся к девочке, которая от нас сбежала, которая на Фросте, и спросим у нее, почему она нас обманула, куда она ушла, и пусть нам вернет сто пятьдесят монет, или я ее уберу из друзей. Но этого я и не буду говорить, пусть сама решит, что она будет делать. Либо ее так и запомнят обманщицей. Так, я пришла к ней на сервер, ребята, и сейчас к ней телепортнусь. Оттуда напишет, продаю? Пэта, Гришин, пиши я за тысячу баксов. Ребят, давайте напишем ее, почему ты меня обманула. Я так полагаю, она собирается по всем серверам, вы так сейчас хотите собирать деньги? Эй, слышишь? Вот, и девочка, она пишет, как? Обалдеть. Я им пишу, я купила на том сервере хот-доги, а ты ушла. Она пишет, я не обманывала. Зачем Кристи обманывать? Пишет Настя Игорь. Вот, она, значит, тоже наблюдала за этим моментом. Ребят, так делать очень красиво. Пожалуйста, не делайте то же самое, что делает эта девочка. Ты купила один хот-дог. Я купила три. И тем не менее, ты ушла, даже если я один хот-дог. Или ты собираешься так по всем серверам бегать и уходить, когда тебе заплатят 50 или 150 монет? В общем, ребят, эта девочка даже не создается о том, что она обманывала меня, что она пришла продавать грифончика за тысячу и хочет свалить, наверное. Хорошо, давайте проверим ее сейчас. Она пишет, спросит ли, знак? Ребят, я считаю это очень странно. И я ее уберу из друзей. Напишите, как сделали бы вы на моем месте. Но я считаю, что это как-то неадекватно так делать. Даже если бы я купила бы один хот-дог, то есть она пишет мне, покупай. А при этом такая уходит. Я начинаю покупать, а она уходит. Ребят, тут один мальчик написал, что его обманули на неонового буффало, поэтому сейчас я ему это все подарила. Он мне в ответ дал тоже подарочек. Вот. Он даже сначала не верил. Я ему предлагала неонового буффало. Он такой отклонял сразу, писал, типа, что ты от меня хочешь? Но он даже что-то спасибо не сказал. Ну ладно, он куда-то вот, видите, побежал. С моим неоновым буффало. Ну что же, ребят, вот такое видео у нас с вами сегодня получилось. Только что-то я застряла в воздухе. Я не знаю почему, правда. Ну ладно. Во, все. Ребят, в общем говоря, спасибо вам большое за это прекрасное видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его обязательно оценить пальчиком. Вверх подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Пожалуйста, подпишитесь на меня в Роблоксе. Мой ник отмечен в описании под этим видео и также в комментариях, я думаю. В общем, мой ник КристиЧарм1. В Роблоксе есть очень много моих фейков. Особенно они гуляют по АдоптМи постоянно. Поэтому, пожалуйста, на фейков не ведите. Это тоже такого рода себе обман. Очень многие ребята дарили моим фейкам подарки. Хотя хотели подарить их мне. И фейки им, знаете, обещают там супер-мега какой-то пиар. Не знаю, все что угодно обещают. Лишь бы им дали поэтов. Ребята отдают им, а это оказываюсь не я. Соответственно, ребята просто теряют поэтов. Спасибо вам большое, ребят, за то, что вы посмотрели это видео. Я всех очень сильно люблю. Целую, обожаю, обнимаю. Спасибо всем большое, кто был до конца. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok